Уважаемые дамы и господа, мы провели переговоры с министром международных отношений, сотрудничать в Намибии, содержательные и полезные переговоры. Это первый визит господина министра в нашу страну в этом качестве. До этого он бывал здесь, когда занимал другие должности в правительстве Намибии. Мы констатировали, что двусторонние связи, которые восходят к периоду бескомпромиссной борьбы намибийского народа за самоопределение, поступательно развиваются в их основе дружба, взаимная симпатия между нашими народами. И в следующем году, в марте, кстати сказать, будем отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены нашей страной с Намибией день в день с объявлением независимости этого африканского государства. Мы довольны политическим диалогом. Он носит регулярный характер и расширяется на все новые сферы. Мы приветствовали и активизацию контактов между парламентариями и партиями двух стран, и в целом интенсификацию обменов по линии профильных министерств и ведомств, в том числе и по линии министерств иностранных дел на основе уже давно существующего и хорошо работающего плана консультаций. К сожалению, двусторонний товарооборот пока весьма скромный, и мы подтвердили обоюдную заинтересованность в росте взаимной торговли, реализации инвестиционных проектов. И этому, конечно же, будет способствовать активная работа Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мой коллега является ее сопредседателем с Намибийской стороны, а со стороны России заместитель-председателя правительства Юрий Трутнев. И как раз завтра 10-е заседание Межправительственной комиссии состоится, от которого мы ожидаем новых важных решений. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества мы отметили геологоразведку, добычу и переработку минеральных ресурсов, включая уран, алмазы, рыболовство, энергетика, агропром, здравоохранение, подготовка кадров, культура, туризм, спорт. Очень много на самом деле перспективных областей, где мы можем наше сотрудничество наращивать. Договорились также активизировать совместную работу по завершению согласования целого ряда проектов межправительственных и межведомственных документов. У нас произошел очень интересный обмен мнениями по актуальным проблемам мировой политики. Наши позиции, по сути дела, совпадают по всем ключевым вопросам мироустройства. Мы, как и на МИБИ, выступаем за демократизацию международных отношений и за их выстраивание на основе норм и принципов Устава ООН во всей их полноте, во всей их взаимосвязи, без попыток интерпретировать Устав от случая к случаю, как того хочется нашим западным коллегам, а подобные действия для них весьма характерны. Говорили мы и о необходимости реформировать ООН и ее Совет Безопасности. Мы подтвердили нашу неизменную позицию, что во всех этих процессах в полной мере должны быть учтены законные интересы стран африканского континента. Мы признательны Намибии за солидарность с целым рядом российских инициатив в ООН, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по космической и разоруженческой проблематике, по кибербезопасности и по целому ряду других. Мы также поддерживаем кандидатов друг друга в ходе выборов в различные органы ООН. Большое внимание уделили региональной проблематике. Прежде всего, остановились на ситуации на пространстве сообщества развития Юга-Африки с упором на положение в горячих точках на востоке Демократической Республики Конго и на севере Мозамбика. Мы выразили признательность и высокую оценку той инициативной и полезной роли, которую в этих усилиях играет Намибия. Россия придает большое значение укреплению суверенитета африканских стран. И мы сегодня подтвердили нашу позицию о необходимости для всех уважать принцип, который звучит африканским проблемам, африканские решения. А международное сообщество, конечно же, должно оказывать африканцам всяческое содействие, в том числе и в подготовке и оснащении миротворческой операций, в финансировании целого ряда проектов. Эта наша позиция сегодня была четко подтверждена. И, безусловно, важная роль в налаживании такого подхода принадлежит Африканскому союзу, уже упомянутому мной сообществу развития Юга Африки и другим субрегиональным организациям на этом континенте. У нас обоюдная нацеленность на интенсификацию взаимодействия по линии России, сообщества развития стран Юга Африки. У нас действует меморандум о взаимопонимании с этой структурой по линии правительства Российской Федерации. И обсудили мы также перспективы расширения взаимодействия в рамках форума «Партнерство России-Африка». Намибия участвовала и в первом саммите в 2019 году, и в прошлогоднем втором саммите в Санкт-Петербурге. По решению Петербургского саммита мы проводим министерскую встречу на уровне министров иностранных дел. Она состоится этой осенью в России, и я рассчитываю, что наши намибийские друзья смогут принять наше приглашение. И пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть, что наращивая сотрудничество и с Африкой, и с сообществом развития Юга Африки, мы рассматриваем наши отношения через призму укрепления основ нарождающегося полицентричного миропорядка. И аналогичную работу мы проводим и будем активизировать в отношении других региональных, субрегиональных, цивилизационных центров глобального Юга и Востока, включая ОСИАН в Юго-Восточной Азии и СИЛАК в Латинской Америке и Карибском бассейне. Обменялись мнением, конечно же, о положении на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте резкого обострения Палестино-Израильского конфликта, а также массированных, ничем не оправданных ударов так называемой международной коалицией во главе США и Великобритании по территории Йемена. Коснулись ситуации на Украине и вокруг нее я пробрифинговал наших коллег о нынешнем видении Российской Федерации той ситуации, которая складывается в ходе специальной военной операции по урегулированию конфликта, который, по-моему, уже ни у кого не осталось сомнений, был спровоцирован в коллективном Западном в целях сдерживания нашей страны. Мы признательны бибийским друзьям за их сбалансированную позицию по данной тематике, которую они неизменно занимают в ООН, когда соответствующие вопросы там обсуждаются. Я также убедился, что наши друзья прекрасно понимают те замыслы, которые скрываются за инициативой проведения некого саммита мира, в основу которого в порядке ультиматума хотят положить совершенно бесперспективную формулу мира Зеленского. И, конечно, она ни к чему не приведет. Это уже понимание, которое проявляется подавляющим большинством государств, приглашаемых Западом и Киевом на такого рода посиделки. В целом, я считаю, переговоры были очень полезными. Еще раз выражаю моему коллеге признательность и приглашаю его выступить. Благодарю, Ваше превосходительство. И я хотел бы подтвердить то, что сказал министр Лавров в том, что касается наших переговоров. Мы обсуждали двусторонние отношения наших стран. Они имеют долгую историю. Как уже было сказано, они начались не с установления дипломатических отношений во время провозглашения независимости в 90-е годы. На протяжении многих лет Ваша страна поддерживала дело Намибии и стремление Намибии к независимости. Отношения между двумя странами развиваются в различных секторах. Сельское хозяйство, туризм, добыча, образование, здравоохранение, помимо прочего. Именно по этой причине я приехал в Россию. Я буду участвовать в сессии межправительственной комиссии России и Намибии в качестве сопредседателя. Отношения между двумя странами будут укрепляться не только с экономической точки зрения, но также и с политической. Ведь мы хотим возобновить политические консультации между министерствами иностранных дел, Российской Федерацией и Намибии. Мы разработаем все необходимые модальности, частоту проведения подобных консультаций, которые будут проводиться поочередно в двух столицах – в Москве и в Виндхуке. Что касается международной повестки, мы обсудили и рассмотрели текущие проблемы, которые наблюдаются в различных регионах мира, в частности, палестинский вопрос, убивают детей, женщин в Палестине. Многие страны мира показали в Организации Объединенных Наций, что они не одобряют, что происходит, а также не одобряют действия Израиля в секторе Газа. Вы знаете, что в ООН проводится голосование, которое показывает, что мировое большинство выступает за правду, но, конечно же, Израиль продолжает игнорировать этот голос разума. Те, кто его поддерживает, не думают о потерянных жизнях и пытаются оправдать то, что невозможно оправдать. Существуют и другие проблемы, в частности, на африканском континенте люди в демократической республике Сахаре, Западной Сахары, на протяжении многих лет стремятся к самоопределению. При этом продолжаются проволочки и отсрочки. Так больше нельзя. Пришло время решить этот вопрос окончательно. К сожалению, до настоящего момента мы говорили о людях, о народах, которые еще пока не получили право на самоопределение. Мы это говорим, потому что мы считали, что на данный момент эти вопросы уже давно были бы решены, и можно было бы подумать о вопросах развития во всем мире. Намибия продолжит выступать за права народа Западной Сахары. Сахары. Мы будем продолжать ратовать за права народа Палестины, пока этот вопрос полностью не решится, будь то в рамках Генеральной Ассамблеи ООН или Совета Безопасности. Позвольте на данном закончить свои вступительные слова и ответить на ваш вопрос. Добрый день, уважаемые министры агентства ТАССК, Карина Горшкова. У нас два вопроса. Первый вопрос к министру международных отношений и сотрудничества Намибии. Уважаемый господин министр, Намибия занимает принципиальную позицию, осуждая боевые действия и блокаду Израилем сектора газа. Как бы вы могли прокомментировать эту позицию? И второй вопрос, если позволите, к вам, Сергей Викторович. Планирует ли Россия задействовать специализированные институты ООН и других международных организаций по вопросу контртерроризма после произошедшего в пятницу теракта в Крокус-Сити-Холле? Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Что касается нашей позиции относительно происходящих событий, то она была недавно продемонстрирована в ходе презентации, выступления, которое сделал наш министр сектор юстиции в международном суде ООН. Кроме того, мы официально выражали свою поддержку правительству Южной Африки, которая инициировала юридические процедуры против Израиля по вопросу геноцида, который совершается в секторе Газа. Как вам известно, наша страна имеет историю, в ходе которой мы потеряли огромное количество жизни, детей и женщин, в то время как мы вели борьбу за независимость в Намибии. Сейчас события, разворачивающиеся в секторе Газа, напоминают мне о том, что раньше случилось в Намибии. Мы не можем быть отстраненными наблюдателями, и мы не можем делать вид, что все идет как нужно. Мы должны встать на чью-либо сторону, выбрать сторону, и мы приняли решение встать на сторону палестинцев, мирных женщин, детей, мирных палестинцев, жизни которых каждый день, не каждую неделю, а каждый день подвергаются угрозе, жизни которых уносит ничем неоправданная война, которую ведет Израиль. Эти массивные убийства ничем нельзя оправдать. Это не избирательные убийства. Мы самым решительным образом осуждаем действия Израиля. У нас нет страха, и мы не занимаем пристрастную позицию. Мы выступаем исключительно в поддержку международного права. Спасибо. Что касается адресованного у меня вопроса о том, планируем ли мы привлечь различные международные профильные структуры к расследованию трагедии в Крокус-Сити-Холл в результате варварского террористического акта, хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Во-первых, мы уже начали собственное расследование достаточно эффективно, достаточно оперативно, и каждый день приносят все новые и новые факты, которые, конечно, будут обобщаться и Следственным комитетом, и Генеральной прокуратурой, и другими компетентными органами. Интересно, что буквально через сутки, по-моему, после теракта, когда на Западе прозвучали заявления о том, что, конечно, это не Украина и, конечно, это исламское государство, в это же время вдруг неожиданно руководство Интерпола заявило, что они будут готовы оказать содействие в расследовании. Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, но которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример – это северные потоки. Никто не вызвался помогать нам расследовать, более того, сказали те страны, по вводам которых пролегали две нитки северных потоков, Швеция, Дания и Германия, о том, что они сами разберутся. Мы же в Совет Безопасности обращались несколько раз с призывом принять абсолютно деполитизированную резолюцию, которая просто будет призывать провести транспарентное международное расследование. Категорически нет. Более того, когда мы ставили вопрос о том, что по итогам такого расследования все виновные должны понести заслуженные наказания, вот эта конкретная фраза блокировалась непосредственно американцами и англичанами. С одной стороны, мы, я уверен, справимся с этим расследованием, а с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлена для того, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало исламское государство, а Украина ни при чем нам такая помощь, едва ли потребуется. Еще раз скажу, справимся сами. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.